Всем привет! Вы на канале Софья Стар и сегодня я беру интервью своего брата. Его зовут Никита Недопёкин, он является хоккеистом и спортсменом. Привет, Никита! Привет! Я давно хотела взять у тебя интервью, но поскольку у тебя очень плотный график и мы живём в разных городах, не получалось тебя поймать. Но благодаря Новому году, этому волшебному празднику мы встретились и отметили его вместе нашей дружной и весёлой семьёй. Да. Никита, давай поговорим о твоём детстве. Расскажи нашему зрителю, где ты родился и вырос. Поделись своими воспоминаниями с детства. Я родился в республике Дагестан, город Буйнакск. До пяти лет я жил в воинской части, у меня отец военный. А почему ты выбрал именно хоккей, а не какой-то другой вид спорта? Когда мы переехали в Ростов, с папой решили, что нужно выбирать какую-то спортивную секцию. Изначально выбор был на борьбе. Приехали в секцию борьбы, подошли к тренеру. Тренер сказал, что набор детей только от десяти лет. Мне на тот момент было, по-моему, шесть лет. Следующим вариантом был хоккей. Так как мой старший брат занимался уже в это время хоккеем в городе Ишкарале. Поехали во дворец. Помню, там по коридору шли с ним, встретили тренера. Все, он сказал, выходить на лед, посмотрим, покатаемся просто отдельно. Потому что ребята уже катались, все умели, у них навыки были какие-то. Я еще ни разу не стоял даже. Вот там купили коньки, по-моему, даже без формы. Клюшка, даже без клюшки просто. Кто вышел, отдельно покатался. Так вот пошло все. А кто и как тебя смотивировал к такому сложному, непростому виду спорта? Да, сначала так не было представления, что это. Это все потом уже развивалось. Многие периоды, когда могло это все завершить, шаг за шагом, этапом за этапом проходило. И уже в более-менее осознанном возрасте понял, что есть тяга, есть любовь, есть стремление. Понятно, трудности, были какие-то кризисные моменты. Вот они и сейчас присутствуют, в принципе. Но уже это как образ жизни, это уже часть меня, и без этого трудно представить. Здорово. А что тебе запомнилось больше всего из твоих начинаний в хоккее? Помню только воспоминания, когда первый раз встал на лед. Картинка у меня перед глазами. Никогда не испытывал первые 2-3 года вообще какие-то негативные эмоции, исключительно положительные. Слушай, ну наверняка у тебя были какие-то трудности. Поделись с нами, что и да как было. И как называлась твоя вообще самая первая команда? Первая команда, она называлась «Черные акулы». Город Ростов-на-Дону, трудности. Да, поначалу на самом деле я и так это все беззаботно было, все так это искренне, потрясающе. Понятно, что там и матчи, и поражения, и победы, но воспринималось это все как такое легкое поступательное созидание с этим видом спорта. В начале было, наверное, самое лучшее время. Ты сейчас уже профессиональный такой вид. Это уже прям моя работа, где есть спрос, где есть ответственность. Понятно, что и любовь остается, и это в первую очередь игра, но уже как бы такая взрослая игра. Более серьезная все. Да, более серьезная и требования, и как бы и зарплату я получаю. То есть это уже полноценная работа просто в игровой форме. Я знаю, что для твоего карьерного роста в вашей семье приходилось часто менять место жительства. Расскажи, как это на тебе сказывалось? Тебе же приходилось менять школы, появлялись новые друзья, знакомые, менялись тренеры. На самом деле, никогда трудностей таких не испытывал. Не знаю, с чем это связано. Может быть, воспитанием родителей, возможно, удачная среда попадалась и в хоккейный, и в школьный. Я помню, там даже вот, когда мы переехали в Ростов, и сразу во дворе там появились знакомства, друзья, и мальчики, и девочки. То есть у нас так все было, мы каждый день там гуляли, у нас там было. И даже когда далее переезжали в другие города, тоже как-то все складывалось очень хорошо. Наверное, дело привычки, никаких трудностей. С каждым разом было все легче. Единственное, наверное, когда я жил в Москве, мы переехали, мне было 10 лет. Прошел какой-то этап, в котором мы вместе жили. Я перешел в другую команду. Это вот я жил в районе Строгино, играл какое-то время определенное. Вот, и через там вот это время мы переехали в другой район московский. Вот там какой-то этап, видимо, уже там и переходного возраста, и взросления. Уже какие-то были стычки и с одноклассниками, и с учителями. Вот, и не так просто было переходить в другую хоккейную команду. Этот этап пройден, в принципе. Далее было, там, даже вот я вот из детской школы в молодежный переходил как-то спокойно, без каких-то трудностей. Как ты учился? Ты же поменял столько много школ вообще. Как дела там, общение с одноклассниками? Как учителя к тебе относились? В большинстве случаев учителя относились с пониманием. Вот, это всегда мне помогало, радовало. То есть они понимали серьезность. То есть все-таки хоккей – это престиж в нашей стране. У меня у школы, в принципе, до 9-го, до 10-го класса я учился хорошо, много знаний получал даже. Вот, учился легко, то есть у меня там пятерки, четверки. Там были тройки, но это мало. Так все шло прям гладко, база была хорошая. В 10-м классе уже я вот как раз этот переезд из Москвы в Санкт-Петербург, молодежная команда, и уже Вектор ушел на хоккей. Поэтому школа-то двинулась, но все равно чуть-чуть там где-то читаю, изучаю. Но уже не общими знаниями, а уже специфика там спорта, это спортивная там биология, анатомия, физиология. Все вот такие моменты, которые мне помогают в совершенствовании именно в моем спортивном деле. Молодец. А кем ты хочешь стать в будущем? Кем ты себя видишь? Не знаю, тяжелый вопрос. Хотелось бы, конечно, хоккеистом, но с пониманием относиться, это очень рискованный, тяжелый вид спорта. Вот, естественно, я без нотки сомнений, у меня единственная задача – это стать профессиональным хоккеистом, мастером на высоком уровне. там, как пойдет, травмы, удача, неудача, это все зависит, ну, частично от меня, частично, естественно, не от меня. Вот, если все пойдет, то было бы супер. Пока это моя задача. Считаешь ли ты, что хоккей является травмоопасным видом спорта? Ну, конечно, это, в принципе, неизвестный факт. А как травма сказывается на игре? Как ты восстанавливаешься и набираешь форму после долгого лечения? Ну, как, негативно сказывается, ты потеряешь форму и физическую, и ментальную, то есть, ты был погружен, у тебя есть какой-то цикл, ты погружен, тренировки игры, тренировки игры, там, восстановление, так у тебя все выпадает, ты конструируешься именно в большей степени на той части, которая у тебя травмирована, на ее восстановление, на ее реабилитацию. Вот, как я восстанавливаюсь, к счастью, в моем клубе высоко развитая медицинская история вот эта вся. У нас есть медицинский центр, где работают большие специалисты, в команде есть врач, тренер по физической подготовке, все большие мастера, все большие эксперты прекрасно понимают и знают свое дело, прекрасно понимают, там, если что там нужно игроку, подсказывают, помогают и физически, и психологически. А какие травмы ты получал, и сколько времени уходилось на восстановление? Ну, травмы разные были, неприятные, там, самая длинная у меня там полгода была, вот, не так давно, два года назад. Так, мелочный, в этом сезоне ногу сломал, месяц пропустил. С каждым разом более профессионально начинаю к этому относиться, естественно, это неприятная история, это расстраивает сильно, вот, но с каждым разом все сильнее и сильнее я выхожу, вот, несмотря на, там, кризис, который вот у меня в этом сезоне был после травмы, я вот вышел, там, у меня и очки, там, и игровой тонус потерялся, вот, но ничего, выбрался, это делает только сильнее, как бы, ничего просто так не происходит. Ну да, наверное, очень сложно вливаться в игру после такого долгого отсутствия. В принципе, да, но все зависит от головы, я не старался, как бы, загоняться, не старался себя нагнетать с легкой, там, головой. Понятно, столкнулся с трудностями, вот, но ничего страшного, это, это, все, часть хоккей. Расскажи нам про свой спортивный путь. Так, ну вот, я с Ростова, про Ростов я рассказал, далее с Ростова-на-Дону мы переехали в город Ступино, там команда называется Ступинский капитан, там я пробыл год, по-моему, либо полтора, вот, тоже встретил классных тренеров, классных ребят, в принципе, все прошло в этот этап отлично. Далее с города Ступино мы переехали в город Балашиху, Подмосковье, вот, важный момент надо уточнить, что с Ростова в Ступино мы переехали не по моей инициативе, это было по инициативе моего старшего брата, на тот момент он был достаточно перспективным игроком, вот, понятно, у него там в конечном итоге не сложилось, ну, ничего страшного, он много полезного, много хорошего взял, и это и для здоровья, и хоккей воспитывает как личность, много опыта, всего полезного, вот. Ну, вот, именно с Ростова в Ступино мы переехали по инициативе моего брата, ему предложили, там тренеры заметили, переехали, вот, и с Ступино в Балашиху, я вот тоже не помню по чьей инициативе, по-моему, по старшего брата, там были сильные команды уже, вот, и мне сказали, что там вот уже серьезная команда. Там вот проиграли тоже год-полтора, и уже с Ступино в Москву по инициативе моей мне там предложили посмотреть тренера одного, вот, серьезного очень. Там ребята играли в ЦСКА уже, то есть у них был совершенно другой набор навыков, которых я еще и не имел представления. Ну, тренер посмотрел, взял, и это был такой переломный момент уже, как бы, в становлении на вот этот серьезный путь. Вот, далее, ну, вот, переехали в Москву, там я поменял, я начинал играть в Янтаре, это команда, вот, в метро Строгино, вот, о котором я говорил. Потом из Янтаря мы перешли, тренер перешел в ЦСКА, забрал там некоторых игроков, там, большинство с собой. Там ЦСКА я проиграл, ну, что-то, ну, много играл, не помню, сколько, но много. Ну, и потом тренер ушел, и, как бы, стал выбирать команду, либо оставаться с другим тренером, либо, как бы, менять, идти, там, в школу московского Динамо. Перешли в школу московского Динамо, там я, по-моему, самые долгие, вот, мне 5 лет или 4 года, я тренировался, как являюсь воспитанником московского Динамо, вот. Ну, и вот, сколько, почти два с половиной года назад с московского Динамо меня пригласили в молодежную команду северной столицы. Никита, какие у тебя есть заслуги и награды? Поделись с нами. Что-то мы там первенство в Москву выигрывали в детской школе, там, регион, в молодежной команде в первый сезон мы выиграли кубок, ну, как команда выиграла Кубок Харамова, я на тот момент был на травме, вот. Ну, все равно, как бы, получаясь частичкой, там, какая-то, маленькая, ну, понятно, заслуга, там, тех, кто был на льду, ну, просто было приятно в этот момент находиться рядом с этими ребятами, которые брали кубок. Вот, это пока вот самые большие впечатления на меня оставило. А расскажи нам о своем самом ярком воспоминании из спортивного прошлого. Это, может быть, какие-то были соревнования, сборы? У меня нет, там, цели, вот, понятно, цель взять кубок, но в плане эмоционального фона, там, нет такого, что вот я победил, и вот у меня вот идет выплеск. Радуюсь процессу, получаю удовольствие от этого, то есть постепенно, шагом, шаг за шагом, вот, возможно, даже в конце, там, если результат достигнут, у меня там есть какое-то некоторое опустошение. А так я предпочитаю именно получать удовольствие от процесса. Я знаю, что в 2023 году ты получил звание мастера спорта. Расскажи нам, как ты к этому пришел, как так получилось? В прошлом году, в прошлом сезоне в ПОФ мы заняли третье место по общему зачету. Нам присвоили, мне и там, и ребятам из команды присвоили значки. Супер. Никита, расскажи сейчас про свой образ жизни. Где ты живешь, как проходят твои будни? Все подстроено под тренировки, под игры. За день до тренировки нам скидывают расписание, и я вот начинаю подстраивать свой день, начиная от сна, завтрака, подъема, тренировки, и там какие-то у меня есть дополнительные предпочтения, над которыми, навыки, над которыми я хочу поработать. Вот, и я вот как-то подстраиваю, там, если надо, растяжка, там, либо технические навыки, там, с клюшками, с клюшкой. Иногда бывает на катание поработать, вот. Вот там по тренировке есть определенное время свободное, вот, уже там какие-то личные моменты. Расскажи нам как раз, чем ты занимаешься в свободное время? Какие у тебя есть хобби, чем ты увлекаешься, помимо хоккея? Ну, мое главное хобби – игра на фортепиано. Вот, там, с шести лет я занимался, сейчас я занимаюсь сам, играю для удовольствия. В принципе, мне очень нравится, успокаивает и просто разгружает голову. Ну, и есть свой интерес, там, разбирать произведения впечатляющие, там, которые мне нравятся, которые я слушаю, там. В этом году стараюсь больше читать литературы именно про специфику спорта, это подготовка спортсменов к играм, физическая подготовка, ментальная подготовка. Пытаюсь брать информацию, чтобы вот как-то развивать себя как профессионала в этом виде спорта. Могу почитать, там, обычную художественную литературу, либо научную уже, ну, не связанную с хоккеем. Фильмы, кино, там, в телефоне позависать тоже, почему нет, что-нибудь интересное. Мне подарили, там, картину по номерам, сейчас занимаюсь, разрисовываю. Что рисуешь? Не скажу. Секрет? Секрет, да. Может, потом как-нибудь. Выставлю в соцсети. Так, ну, насчет физической подготовки все понятно. А как ты настраиваешься морально? К играм? Да. Не знаю, уже в последние годы как-то такого на самом деле нет. Ну, понятно, стараюсь убирать лишнее, там, более эмоции сдержаны, чтобы не растрачивать силы, там, понятно. Ну, уже как-то все спокойно, монотонно. Понятно, что нет такого, чтобы я там сажусь, думаю. Нет, занимаюсь своими обычными делами, просто там, в спокойном режиме, вот, без затрат лишних сил, эмоций. Вот. А вот когда ты выходишь на игру, у тебя есть, мне кажется, какое-то переживание? Вообще нет, но было некоторое переживание после травмы, но не сразу. Когда я выхожу после травмы, у меня только, наоборот, прям на подъеме все в эмоциональном плане. А когда вот здесь какие-то неудачи, уже, естественно, накапливаются и мысли, и переживания, вот, беспокойство постоянное, когда особенно этот период достаточно продолжительный. Но потом начинается что-то получается через работу, там, понятно, тренеры, семья помогает, подбадривает, вот, и потихонечку это выправляется, и уже все в привычное русло возвращается, и, в принципе, оно все уходит и считает. Да, ну, мне кажется, вот, как только ты входишь на лед, надо выкинуть все лишние мысли и погрузиться полностью в игру, чтобы добиться какого-то результата. Конечно, это да, то есть, у всех есть личная жизнь, есть личные проблемы постоянные, бесконечные. Мы еще молодые пацаны, ну, понятно, нельзя преуменьшать там личные переживания каждого, ну, есть спортсмены, у которых есть семьи, дети, то есть, это тоже ответственность. Расскажи, а сложно ли забить шайбу? Какие эмоции ты испытываешь, когда это получается? Эмоции, да, только положительные. На самом деле, раньше я не так сильно радовался голам, вот опять же, этот вопрос сталкивается к тому, что вот мне нравится процесс, а результат немного опустошает, и, возможно, это было и при голах. Но после травмы я долго не мог забить, и прям эмоциям не было предела, я был очень рад. Ребята, сейчас я вам раскрою секрет, мы находимся в Москве, в гостях у Никитина родителей, мы тут отмечаем Новый год, уже не первый раз, у вас здесь так уютно. Никит, вот сейчас ты находишься здесь, в кругу своих родных и близких, но завтра ты уже улетаешь, и вообще, какие ты испытываешь эмоции, ты все-таки большее время находишься один, скучаешь по своим родным? Да, конечно, скучаю, ну, каждый Новый год стараюсь приезжать, нам дают выходные, встретиться с родными, вот, в принципе, это тоже важный момент с точки зрения разгрузки психологической. Мне кажется, что за каждым успешным спортсменом стоят родители в первую очередь, потому что они наставляют своего ребенка, дают ему правильные мысли какие-то, помогают, расскажи вообще о своей семье. Ну, частичку я там рассказал уже вначале, папа военный у меня, мама у меня с моими двумя братьями, большей частью времени занимается, вот, там, сколько, одному 10 лет, другому 6, а старшему 23. Насчет заслуги, да, естественно, это в первую очередь родители, и так будет всю жизнь, потому что какие бы неудачи, удачи, падение взлета, семья всегда рядом, поддержка всегда рядом, понимание, сопереживание. Ну, раз мы затронули тему семьи, родственной связи, я хочу уточнить тот момент, что мы с Никитой являемся двоюродными. Братом и сестрой. Братом и сестрой. Наши мамы являются родными сестрами. А твой папа мой крестный отец. Да. Никит, ты упоминал о своем старшем брате, что он начал первые тебя хоккей, у него были какие-то результаты, но в итоге ты сказал, что у него не очень-то с этим вышло, и он пошел в другой сфере. Расскажи о нем, почему так все произошло? Он закончил детскую школу, полностью выпустился, ну и уже там в последнее время было понятно, что и от него нет какой-то вот этой искорки, что хочет продолжать в этом направлении двигаться. И, возможно, какие-то его жизненные обстоятельства, меняющиеся, связанные с переходным возрастом, с взрослением его, тоже сказались. Он после окончания 11 классов школы поступил в военный университет в городе Санкт-Петербург, кстати, он переехал туда раньше, чем я. Иногда играл за команду университета в хоккей. Ну, далее он поступил работать в органы, там есть хоккейная команда, каждую неделю они тренируются, играют. Как бы эта жизнь связала и работу, и этот хоккей, поэтому если бы он не играл, было бы ему тяжелее влиться в коллектив, но вот эта игра, она объединяет и помогает ему. А сейчас вы хорошо с ним общаетесь, поддерживаете связь? Да, конечно, часто переписываемся. Теперь я живу в Санкт-Петербурге, он в Москве, вот, рокировочка у нас произошла. Переписываемся там, да, у нас есть общая тема. Он следит за моими матчами, там тоже радуется голам, передачам, тоже там в трудные моменты, кстати, поддерживал, как часть семьи. Сейчас он там, у него этап свой, он там развивается, старается перейти. У меня свой, но при этом отношение хорошее. Никита, помнишь, когда ты приезжал к нам в Краснодарский край, даже летом ты занимался спортом, бегал на стадионе, выполнял какие-то различные упражнения, а с питанием тебя контролировал папа. Да, но на тот момент у меня, наверное, папе спасибо, потому что носил себя к этому менее ответственно, даже безответственно. Такой этап переходного возраста, где-то противился, где-то не хотел, не хватало самодисциплины. Баба жестко, строго следил, то есть помог мне в этом плане. Ну вот его плоды как бы и сработали, сейчас со мной никто не следит, никто не подталкивает. Это всё идёт от меня и в плане питания, и в плане тренировок. А сейчас ты следишь за своим питанием? Расскажи про свой рацион, что тебе можно, что нельзя? Конечно, я слежу и очень ответственно стараюсь. Вот единственное, сейчас какие-то поблажки себе позволяю. Всё-таки Новый год? Ну да, Новый год. Ну я два месяца на очень строгой такой, ну как можно сказать, диете сидел. На самом деле диета у меня очень простая, я убрал практически полностью, убрал мучное, уменьшил в разы потребление углеводов, то есть я сконцентрировался именно на белках и на клетчатке, овощах, листьях салата, зелени, там даже вот сладко всё равно хочется иногда. Стараюсь подбирать без добавления сахара, с низким содержанием калорий, вот к счастью есть такие продукты в обычных магазинах, даже не в спортпите, вот и так у меня в принципе рацион настроился и мне это помогает и на хоккее, и организм сам очищается, убрал очень много ненужных продуктов и в принципе там последние два месяца я вот так вот с этим рационом иду, свои рецепторы меняются и уже там к сладкой воде сок уже она по-другому ощущается, слишком сладкая, если раньше там ему каждый день пить и мне как бы это нравилось, мне насти удовольствие, то есть сейчас я там выпью что-то сладкое, то есть я сразу почувствую высокое содержание сахара, я тортик поел, он там не для меня вообще, то есть ну по ощущениям что-то невероятно сладкое, ощущения поменялись, вот и уже некоторые продукты там всякие бургер кинги, макдоналдсы, это уже организм не воспринимает, не воспринимает, очень тяжело усваивает. Ну да, я думаю, что это очень важно, сохранить свой рацион, чтобы сохранилась прежде всего форма спортивная, вот ты же живешь один, как ты сам себе готовишь, да, или может быть заказываешь какую-то правильную еду? Раньше часто заказывал, заказывал естественно не самую полезную пищу, как готовить на кухне, там много масла, там жирную, вот, ну и понял, что надо отходить, учиться готовить правильную пищу, поэтому в последнее время действительно много готовлю, у меня есть и мультиварка, у меня есть и плита, духовка, стараюсь ввести свой рацион, записывать фотографии, делаю фотоотчет, когда есть время, отсчитываю калории. Я раньше думал, что тяжело, на самом деле тут вопрос не в готовке, тут вопрос после мытью, меня это не очень вдохновляет. Так-то готовлю я спокойно, мне даже нравится это делать. Ну и часто мы живем в хоккейном городе, часто мы на выездах, там питание у нас подобрано врачом, то есть оно абсолютно гармоничное, правильное, но там мне вообще проблем никаких не составляет взять себе то, что мне нужно. Никита, если не хоккей, то какой другой вид спорта? Что тебе еще нравится? Если бы не хоккей, то вряд ли бы у меня вообще спортом занимался, каким-то таким профессиональным, для поддержания здоровья да, но опять же, если бы я не занимался спортом, я бы и не узнал всего того, чего я сейчас узнаю постепенно. Какие мне виды спорта нравятся? Мне нравится футбол, мне нравится ганбол, мне нравится баскетбол, игровая тематика меня цепляет, и я люблю там соревноваться, там всего по чуть-чуть могу поиграть, а так что прям следить, наверное, у меня такого нет. Никита, у тебя есть какой-то кумир, человек, на которого ты равняешься, берешь с него пример? Кумиров нет, есть спортсмены, за которыми мне нравится следить, это из футбола Лена Лемеси. Мне нравится смотреть его нарезки игр, как он двигается, как он владеет мячом, это просто, я получаю от этого удовольствие. В хоккее есть спортсмены из Северной Америки, за которыми мне нравится следить, это Конор Макдэвид, Натан Макгинон. Эти хоккеисты, с которых я стараюсь брать пример, тут из их навыков, которые у них доведены до совершенства, подмечать какие-то моменты, детали. Опять же, у Макгинона история с питанием очень известна, он об этом рассказывает, что он также следит, я не знаю, насколько это правда, что со мной делились, у него есть свой повар, команда специалистов, которая составляет ему рацион и следит за его питанием, восстановлением. Вот, за этими моментами мне интересно наблюдать, смотреть. Никит, я знаю, что ты играешь за 47-й номер, расскажи, почему именно 47-й и как вообще происходит выбор номера? 47-й номер впервые мне попался, выбрался мною несознательно в возрасте 10 лет, когда я переехал в город Москву, первый раз начал играть за командой «Тарь», также он выпал случайно, и уже в последующие годы, в последующее время я начал замечать, что это число попадается мне под руку везде, где бы я ни был. Мы идем там, даже вчера с вами гуляли, смотрю, там 47-й номер, все по плану идет. А ты сбивал голы на 47-й минуте? Я не знаю, но не удивлюсь, если где-нибудь найдем, что на 47-й минуте, на 47-й секунде. Надо пересмотреть, уделить этому вниманию. А вы часто перемещаетесь со своей командой? Расскажи, как вообще это происходит, какие сборы, у вас, наверное, много вещей, сумки большие? Конечно, много. У нас есть регулярный чемпионат, которым, так я нисколько раз не говорила, я забываю, сколько игр. То есть, допустим, условно берем 48 игр, 24 дома, 24 на выезде. Значит, 24 игры, я нахожусь не в Санкт-Петербурге. Уже это дело обыденное в плане вещей, уже все это автоматом идет. Беру то, что нужно, то, что мне необходимо с собой взять. Что касается именно во время выездов, у нас там, мы живем все вместе в отеле, по двое, в молодежной команде. Команда меняется, состав меняется, поэтому стараемся все равно, кто с кем живет, уже привыкает. Писание у нас проходит следующим образом. У нас, мы приезжаем, обедаем, завтракаем, ужинаем. Ну, скорее всего, либо завтракаем, либо обедаем. И едем обкатывать новую арену после поездки. Важно немного разбежаться, продышаться, почувствовать лед. Они все равно разные. Потом у нас отбой. Ну, как бы тут вопрос профессионализма, никто не следит за нами. По большому счету, ты сам себе предоставлен. Твоя работа, это нужно в первую очередь тебе, в твоих же интересах соблюдать распорядок дня. Если мы говорим про домашнюю серию, нас заселяют в гостиницу, которые находятся в хоккейном городе, тихонечко, спокойно готовятся к предстоящей игре. День игры, если это вечерняя игра, у нас утром завтрак, раскатка, всегда парадная, все зависит от графика. Если череда игр, то может быть даже 15 минут лет. Если запас между игром большой и силы, в принципе, нормально, то мы обкатываем где-то за 30-40 минут. Потом у нас собрание, это разбор соперника, чтобы было представление о том, кто против нас играет, что у них, какие заготовки. Ну, и дают установку нам, то, как мы должны действовать. Ну, и уже ты готовишься, разминаешься. Там уже больше такая самостоятельная часть нам дают немножко свободы. А в каких городах и странах ты уже побывал? Где тебе больше всего понравилось? В Италии были, в Германии были, Финляндия, Беларусь, Чехия, Словакия, Болгария. А как туда свершались перелеты? Вы всей командой, да, наверное, весь самолет понимали? Естественно, там процесс с визами, это все заранее, все посложнее. Вот сейчас, наверное, еще сложнее. Так, ну, мы поменяли место дислокации. Никит, давно ли ты воешь уже? Когда получил права? Юня месяца. Куда мы сейчас направляемся? Мы направляемся в следовый дворец, он называется ССК-Арена. Когда я на нем играл, он назывался ВТБ-Арена. Там я играл за хоккейный клуб, детскую хоккейную школу Динава Москва. В принципе, это мой вот предыдущий клуб, там, где я выпускался. Вот, посредником ключей школы я и являюсь. Никит, скажи, несмотря на твой юный возраст, ты уже зарабатываешь, я просто помню, что был такой момент, когда ты купил себе пианино, это достаточно дорогостоящая покупка. Расскажи, как это было и что за пианино? Конечно, я зарабатываю, у меня уже подписан профессиональный контракт, я купил не пианино, я купил себе электронный рояль. У меня был выбор между электронным и акустическим пианино настоящим, вот, но все-таки на электронном можно регулировать звук, то есть, если вечером, там, подключать наушники. А какой стоимость, он выше, примерно? 120 тысяч, по-моему. Ого. Ну, опять же, это недорогой, на самом деле, по меркам и. Вот. Никита, как тебе погода? Есть какие-то различия между Москвой и Санкт-Петербургом? Есть, конечно же, я думаю, в Питере похолоднее, ветер, наверное, самое такое неприятное. И вот по правой стороне будет нынешняя ЦСКА-арена, вот, раньше она называлась. По-другой. Никита, расскажи про изменения Ледового дворца. Да, мы в Ледовом, менялся территории, вот, построили здания различные, в то время, когда я тренировался, здесь только вот начинались постройки, вот, здания позади тебя, но вообще не было. Вот, здания вот по ту сторону. Но, да, тоже они там только-только вот становились. Это у нас по-моему, где Руа Мирля открылась. Никита, какой у тебя девиз по жизни? Для такого прям определенного нет, просто постоянно двигаться вперед, развиваться, не останавливаться на месте. Получать удовольствие от жизни, больше позитива и сделать что-то хорошее для других. А что ты можешь посоветовать начинающим хоккеистам, которые хотят добиться успеха? Получать удовольствие от хоккея, в первую очередь, это самое главное, отдаваться хоккею, и, может быть, он что-то даст и вам. Никита, большое спасибо тебе за интервью. Я очень рада, что мы с тобой встретились, и, наконец-таки, моя идея воплотилась. На этом наш видеоролик подходит к концу. Если тебе он понравился, то ставь лайк, подписывайся на мой канал, пиши в комментариях свои эмоции, и впечатления. Официальные наши сети, соцсети Никиты и мои я оставлю в описании под этим видеороликом. Так что переходите и наблюдайте за нашими, за жизнью Никиты. На этом все, до новых встреч, пока-пока! Пока!